Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 горшок с маслом, веревку, тогда, я, то, ты, твое, положение, ашрукалила, наполнились слезами, анджана, краску, самбрама, в беспокойстве, акшам, глаза, вактрам, лицо, вниз, в страхе, стытося, в этом положении, са, это, мам, меня, взбивает стулку, биги, апи, даже олицетворенный страх, яд, кого, бибхейти, боится. Боится. Вперед и комментарии в божественной милости Ачейбхакте Ведамдаслами Шелкарупады. Мой дорогой Кришна, Ешода хотела связать тебя веревкой, когда ты напроказничал, и твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с твоих ресниц. Ты был напуган, хотя тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство. Комментарий. Здесь еще раз объясняется, как игры Верховного Господа могут привести человека в недоумение. Верховный Господь, как уже говорилось, остается Всевышним при любых обстоятельствах. Здесь приводится пример того, как Господь, оставаясь Всевышним, одновременно может быть игрушкой в руках своего чистого предного. Чистый предный Господа служит ему только из чистой, не имеющей примеси любви и в это время забывает о положении, которое занимает Верховный Господь. И Господь тоже получает большое удовольствие, когда предный служит ему, побуждаемый чистой любовью, к которой не примешивается благоговение или преклонение перед ним. Как правило, преданные поклоняются Господу с благоговением. Но Господь бывает особенно доволен, когда преданный из чистой привязанности и любви считает Господа менее значительным, чем себя. Именно такой дух царит в играх Господа в его изначальной обители Галуки Вриндавана. Друзья Кришны считают его равным себе. Они не думают, что он заслуживает какого-то особого почтения. А родители Господа, которые являются чистыми и преданными, видят в нем только своего сына. Наказания, которые Господь получает от своих родителей, доставляют ему большую радость. Большую радость, чем молитва ведических гимнов. Ему приятнее слышать упреки своих невест, чем гимны вед. Когда Господь Кришна находился в этом материальном мире, чтобы показать свои вечные игры в трансцендентной обители Галуки Вриндавана и привлечь к себе людей, он явил замечательный пример подчинения своей приемной матери Ешоды. Господь, как это свойственно шаловливым детям, имел обыкновенное обыкновение портить масло, собранное матери Ешоды, разбивая горшки и раздавая содержимое своим друзьям и товарищам по играм, включая и знаменитых обезьян Вриндавана, которые не упускали случая воспользоваться щедростью Господа. Хотя Ешода, увидев это, из чистой любви решила сделать вид, будто хочет наказать своего трансцендентного ребенка. Она схватила веревку и пригрозила Господу, что свяжет его, как это делается в обычных семьях. Господь, увидев веревку в руках Ешоды, опустил голову и заплакал, совсем как обыкновенный ребенок, и слезы покатились по его щекам, смывая черную краску с его прекрасных глаз. Кунтидеви любуется этим образом Господа, потому что ей известно, какое положение он занимает. Его зачастую пугается сам страх, а он испугался своей матери, которая хотела его чуть-чуть наказать. Кунти осознавала возвышенное положение Господа, а Ешода нет. И поэтому Ешода находится на более высоком уровне, чем Кунти. Мать Ешода получила Господа в качестве своего сына, и он заставил ее совершенно забыть, что ее ребенок – сам Господь. Если бы Ешода осознавала верховное положение Господа, она, конечно, не спешила бы наказывать его. Но Господь заставил ее забыть о его положении, потому что хотел явить любящей Ешоде картину своего совершенного детства. Эти любовные отношения между матерью и сыном были очень естественны, и Кунти, вспоминая эту сцену, приходила в замешательство. Ей не оставалось ничего другого, как прославлять трансцендентную сыновью любовь. Косвенным образом она прославляла и мать Ешоду за ее неповторимую любовь, так как та могла управлять даже всемогущим Господом, как своим возлюбленным ребенком. Омагьяна Тимиранда Сиагьянанджана Шалакая Чакшуранмилитамья Натасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитамья Набхутале Свая Мрупакада Махьян Дадатисва Падантикам. Нама Оммишн Падая Кришна Прештая Пхутале Шримате Бхактивиданта Свамине Аттинамине. Намасте Сарасвате Деве Гауравани Прочарине Нирвишэшшшунявади Паштатьяды Шатарине. Дядь Шри Кришна Чайтанья Прабхуни Тянанда Шри Адвайдагададхара Шри Вас Адигура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Еще раз стих. Мой дорогой Кришна, Ешода, хотела связать тебя веревкой, когда ты напроказничал, и твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с твоих ресниц. Ты был напуган, хотя тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство. Кунтидей продолжает описывать непостижимое положение Верховного Господа. И эту непостижимость испытывают не просто лишь материалисты, которые совершенно ничего не знают о Верховном Господе, и в силу даже обрывков, кусочков какой-то информации, которая демонстрирует Господа как совершенно выделяющаяся личность, которые не подчиняются никаким рамкам привычным нашего материального сознания. Естественно, они сбиваются с толку, но даже сбиваться с толку могут разные предные, трансцендентным образом сбиваться с толку. Потому что Кунтидей искренне, открывая свое сердце, вознося молитвы Господа, говорит, что я не понимаю, как такое возможно. В предыдущих стихах она прославляла Господа, говоря, что Он всегда остается Верховным Господом. Вчера мы слушали о том, как Господь остается Господом, даже принимая различные воплощения среди жителей вод, как рыба, среди великих мудрецов, среди людей. И не то, что Он похож просто на них, но Он, видимо, обоим образом подчиняется тем же самым условиям. Рыба, она по суше не пошла, она плавала в воде. Играя роль человека, Господь также следовал социальным нормам и правилам, принятым в обществе, особенно будучи царем, являя пример совершенного правителя. Он, видимо, не выходил за рамки. И, как мы вчера обсуждали, тем не менее, Он являлся Верховной Личностью Господа. Даже внешне играли такую роль, совершенным образом. Как совершенный актер, а все равно остается той личностью, которой Он является. И это, на самом деле, подчеркивает мастерство актера. Такие роли актерам дают государственные премии, назначают народными артистами Российской Федерации или в прошлом Советского Союза и так далее. То есть на то, это подчеркивается, насколько человек может очень хорошо вжиться в роль. Так вот, Господь является таким уникальным, самым лучшим актером из всех. Об этом мы позавчера говорили. Но, ладно, допустим, Он мог хорошо играть, притворяться. То есть настолько современные актеры, они настолько вживаются в роль, что не кто-то там, допустим, чтобы сыграть роль какого-то там выброшенного на улице бомжа, Он даже специально там выходил на улицу, одевался в тряпье и вот сидел на улице, пытаясь там просить подаяния, беря на себя в некий такой обед, не ходить там к себе домой в роскошные апартаменты и пытаться прожить на это, чтобы испытать вот эту эмоцию, чтобы вот они себя так тренируют, чтобы потом уже на камеру это было, естественно, убедительно. То есть их там прославляют за это. Но Господь, Он изначально это может делать. И причем Шила Вишаната Чикараварти Токур, комментируя этот стих, он говорит, что Господь вообще даже не притворялся, как делают актеры. Они на самом деле так могут, неспроста их называют лицедеи. Лицедеи – это значит изобразить нужное лицо, сделать лицедей, да, чтобы люди поверили. И настолько они верят, что таких вот героев, по сути дела, когда вот такой человек идет как кандидат в депутаты в Государственную Думу, люди, ну, допустим, это такой-то, такой-то вещь, да, такой-то, не буду имена называть, но там много актеров разных. И люди, по сути дела, голосуют не за него, как личность, которая способна управлять государством, имеет способности понимать, какое благо принести людям и в чем их нужно ограничить. То есть, действительно, правитель. Просто люди, видя на телеэкранах определенную вот эту личность, я знаю, что вот он актер, что он смог хорошо воплотить образ такого-то героя. Фактически, они голосуют за обман. То есть, люди умеют притворяться. Но Вишаната Чакарарти такой в своем комментарии к этому стиху говорит, сейчас мы зачитаем, как если бы он говорил устами кунтидеи. Это поразительно, поскольку сам страх боится тебя. Это утверждение демонстрирует, как Ешода, обладая такой премой, была более удачлива, чем Нанда, поскольку ты целиком был под ее контролем. Говоря, сам страх боится тебя, кунти показывает, что она осведомлена о могуществе Кришны, как Господа. Она также принимает как истину то, что он испытывал страх внутри. Это очень важный момент. Он по-настоящему боялся. Он не просто изобразил нужное поведение ребенка, который боится. То есть, так, ребенок должен опустить голову, боясь, должен пустить слезы, и эти слезы должны размыть краску на его лице. Нет, он по-настоящему, говорит Вишаната Чакарарти, он по-настоящему испытывал страх. Это было бы невозможно для нее оказаться сбитой с толку, если бы она полагала, что он просто имитировал страх. Таким образом, слово «видамбанам» в предыдущем стихе, «видамбанам» значит «збивать с толку», недоумение вызывает, в предыдущем стихе, не может означать имитацию, когда Господь всего лишь с имитацией принимает на себя разные роли. То есть, он на самом деле испытывал настоящий страх. И это совершенно уже непонятно, как такое возможно. Чтобы оттенить невозможность такого, Кунтидеви произносит вот эти слова, «тебя боится сам страх». Это, ну, как такое возможно, что ты кого-то боишься. Шилгрупада в лекции, которую он давал в Майпуре 11 октября 1974 года по этому стиху, он приводит пример того, как личность, занимающая самое высокое положение, и незачем бояться чего-то, нет повода. Вот он приводит пример. Например, есть начальник полиции. Начальник полиции в этом городе или департамента вот этих дел полицейских, включая тюрьмы и так далее. Соответственно, преступники, они знают, что это за личность, и они, по сути дела, боятся. Они вынуждены считаться с его присутствием. Они прекрасно осведомлены, знают, где тюрьма находится, они знают, в каких условиях находятся заключенные. И они отдают себе отчет, что стоит вот этому человеку обратить более пристальный взор на них, то роскошная и беспечная жизнь тут же заканчивается. Но губернатор города, он по положению находится выше начальника полиции. Ему незачем бояться начальником полиции, тем более, если это положение царя. Например, царь по конституции Британии, король, он находится вне действия закона. То есть, есть даже на английском языке the king cannot do wrong. То есть, царь не может, в принципе, поступать неправильно. Вот. То есть, неправильно с точки зрения законов. То есть, как он поступает, это всегда правильно. Вот такая конституция Великобритании. Еще которые существуют, они очень традиционные в Великобритании. Их законы прописаны еще там с древних времен. Они гордятся даже этим, что очень-таки сохраняется все это. Вот. Поэтому в таком случае царь, он не подлежит ответственности. Его невозможно просто арестовать, посадить в тюрьму и так далее. То есть, все вынуждены с ним считаться. И то, что скажет царь, какой бы там ни был начальник полиции, он должен слушать. Он должен по стойке смирно в струнку вытягиваться при присутствии короля. Вот. И он должен принимать во внимание. Он не имеет права задавать тон царю, что ему нужно делать. Шелуквада приводит пример. Подобный же образом в материальном мире есть то есть, Кришна являясь повелителем всех миров и духовных, и материальных. И вот в материальном мире олицетворением такого страха является кали. Вот. Она очень... Она является экспансией Дургидеви. Вот. И она настолько ужасная, свирепая. То есть, кто видел ее изображение, ее украшают гирлянды из голов или из черепов. Причем это всех асуров, которые она убивает. То есть, кто ослушивается строгих законов материального мира, кто пытается устраивать, так сказать, революцию, самому что-то захватывать, кого-то побеждать. Вот. Кали очень быстро разбирается. У нее в одной руке свежесрубленная голова, помимо вот этих голов, гирлянды, и в другой тесак, который вот... Она готова любую другую следующую голову, кто только смеет поднять. ее выше, чем требуется. И вот эти преступники, Шелупада говорит, они поклоняются Кали. Поклоняются Кали. Вот такие вот, образно говоря, преступники. О, мать! Пожалуйста, извини меня. Я преступник. Вот тебе приношу в жертву для твоего удовлетворения козла. Поклоняющиеся богини Кали они приносят в жертву козлов. Вот. Особенно на Кали-Пуджу. Вот. Это большой, так сказать, праздник в Бенгалии. В Майпуре это тоже происходит, к сожалению. Кстати, надо отметить, что во времена бактисиданта Сарасфати такого беспредела просто не существовало. Вот. Он просто от своей могучей проповеди просто изгнал все вот эти поклонения полубогам. То есть, это вообще просто даже не было не видно и тем более слышно. Вот. То есть, сейчас даже в Майпуре там есть вот эти муртикали стоят, им приходят и поклоняются. Несколько ночей подряд громкая музыка звучит, причем какие-то там индийские шлягеры вот это про пьяр, пьяри, то есть, про любовь и про возлюбленных звучат. В общем, про чувственное наслаждение. Во времена бактисиданта Сарасфати просто такого не было. То есть, Майпур был настоящим Майпуром, Навадвипа был настоящей Навадвипой. То есть, там просто боялись высунуться вот эти вот личности. Ну, так или иначе, вот Акали, она является олицетворением вот этого страха, которое просто из этого, из боязни, из желания умилостивить его, чтобы не попасть под раздачу вот этого тесака и прочих неудобств, которые Акали очень легко с легкой руки может причинить, они слушаются Акали, вот эти преступники. А Акали, являясь эманацией, экспансией дурги. Сама дурга, она является служанкой Кришной. Дурга, это переводится как дур, дур, значит, очень трудно, а га, значит, идти, двигаться. Дурга, очень тяжело, по сути дела, владение царства дурги, это то место, где очень тяжело что-то сделать. Невозможно так вот взмахнуть волшебной палочкой, вот как иногда мы в детстве особенно наученные всякими историями, сказками, мультиками, цветиками, семисветиками и прочее, да, то есть, по факту реальность такова, что материальный мир здесь очень трудно что-то сделать. Просто, чтобы поддерживать себя, приходится огромное усилие прилагать, чтобы, тем более, свое положение улучшить, еще больше усилий приходится сделать. Дурга очень могущественна, таково положение вот этой внешней материальной энергии. Она могущественна срештиститити правая саддана в шахтираяка чаева барти дурга в брама самхите говорится, что вот эта дурга-деви, она творит вот эти вселенной, она настолько могущественна, и она, соответственно, если она хочет причинить какие-то трудности какому-то взбунтовавшемуся живому существу, то тут просто не поздоровится. Она настолько могущественная личность, энергия Господа. и тем не менее, она является Даси, она является служанкой Кришны. Она не может и в принципе никогда и не помышляет, чтобы пойти наперекор мнению Господа, его желанию. По сути дела, то, что она делает, это по сути дела является проявлением желания Господа. Это не ее личная инициатива. То есть общее настроение, чтобы воспитывать живые существа, это с дозволения Верховного Господа. Мая дьякшина пракритирсу ятеса чарачарам хитунанина каунтая джагатви паривартате Кришна говорит в Бхагавргите. Это материальная энергия действует под ее руководством. Вот он указывает. Это строго только под руководством Кришны. Соответственно, все вот эти трудности, которые человек испытывает, что ему трудно добиться чего-то, это с дозволением Господа. Соответственно, если люди выдумывают себе какие-то там новые способы, какие-то семинары устраивают, что, дескать, можно значительно облегчить себе существование, достаточно просто правильным образом установку себе сделать, или сходить к астрологу и узнать, как обмануть вот эти строгие законы материального мира, это является введением в иллюзии. По сути дела, это взрослый вариант вот этой сказки про цветик-семицветик, что достаточно оторвать листок, лепесток или там волосок из бороды чьей-то, вот, и все это произойдет. Это является самообманом. То есть, для того, чтобы добиваться каких-то материальных успехов в материальном мире, необходимо совершать огромные усилия, огромные усилия, либо добровольные, следуя предписанным правилам и предписаниям, если выполняет свою дарму, и тем самым зарабатывая артху, которой камрь можно наслаждаться, либо ускорив процесс, совершает опасию. Опасия, она сопряжена по умолчанию, это всем прекрасно понятно, сопряжена с большими трудностями. Вот, то есть, от трудностей и беспокойств не избежать человеку. Вот, такова цена, чтобы что-то даже самое простое получить. Вот, чтобы просто даже кушать, нужно идти на работу и еще в магазин на обратном пути зайти, чтобы было, что есть, причем нужно еще это приготовить и так далее. Вот, большие трудности. Вот, и для материалистов эти трудности, они представляют это большой страх, им не нравится такое существование, они пришли сюда для того, чтобы наслаждаться таковое настроение живого счета, с которым оно, как сказать, ворвалось в этот материальный мир. Ну что, кто тут последний на царя никого, значит я буду. Вот, и мы с таким настроением вошло сюда материальное существование, но по факту обнаружило, что наслаждение, счастье здесь нет и постоянно его положение таково, что оно находится в страхе. В страхе за свое существование, что оно что-то потеряет и что оно что-то не получит из того, что оно пока не имеет. Кришна призывает Арджуну, Бхагавадгити, Трайгуни Вишая Веда Нист Трайгуни Бхаваджуна Нир Дван Дван Нитя Саттва Сто Нир Йог Кшем Ат Наван Необходимо избавиться, указав на то, что Веда имеют обычно описывают в большей степени чувственные наслаждения, Вишая, как наслаждаться чувственными наслаждениями, причем в трех гунах материальной природы разным способом и Кришна предлагает Арджуне избавиться отринуть вот эти такие наставления Веда, избавиться от двойственности, утвердиться в своем Я и избавиться от желания к обретению и сохранению чего-то. Вот это то, чем занимаются Нир-йога, йога и Кшема. Йога это означает связать себя с чем-то, что-то обрести и Кшема что-то сохранить то, что у меня имеет, то, что у меня уже есть. Вокруг этого у людей возникает страх, у всех живых существ, даже не только у людей. Смогу ли я как-то завтра найти себе пропитание, сохранятся ли мои отношения с этой личностью, они выдумывают себе какие-то сказки о том, что будем жить долго и счастливо и так далее, но по факту так не происходит и все переживают. Кто-то, допустим, вовремя не отзвонился, позже пришел с работы, сразу начинаются переживания, вдруг там загулял на стороне или там любовник или любовница есть, сразу же, сходу возникает страх. то есть, таково принцип материального существования, здесь всегда есть повод чего бояться. Вот это, если так вот рассказывать, в каком положении находятся живые существа. Но Кришна является повелителем этой дурги, которая и создает все вот эти условия. Соответственно, зачем ему бояться? Вот к этой идее подводит Кунти Деви. Зачем ему чего-то бояться? И причем по-настоящему бояться, не притворяясь, как вот объяснил Ишината Чакраварти Такур. Действительно испытывать эту эмоцию по-настоящему. Такие великие предные, как Ишината Чакраварти Такур передает, описывает, что это действительно Господь испытывал это. И никто не может избежать воля Кришны Чалпада продолжает в лекции говорить. Есть определенные правила предписаний, которые человек должен следовать. Да? Тадай Вихейши Гуна Маи Мама Мая Дуратья Об этом поговорили. Он еще другой пример приводит по тому, как человек, допустим, захочет изменить свою жизнь, сделать, отправиться куда-то в поисках лучшей жизни. А отправиться куда-то он так легко не сможет. Даже по сравнению с прошлыми веками, когда казалось бы, можно было куда-то отправиться, поселиться где-то, сейчас это не получится. Если в рамках России, то сразу проверяется прописка. Если вне рамок России, там уже иммиграционные службы, тебя просто так не пустят, ты вообще кто такой? то для того, чтобы куда-то просто в поисках лучшей жизни, нужно иметь паспорт, нужно иметь достаточно денег, и плюс еще, если какой-то там уже такой по материальным меркам самую хорошую страну, типа Америки и прочих европейских стран, там еще есть определенная квалификация, которой человек должен обладать, что у него там не должно быть, он нигде там засвечен, у него там с собой денег достаточно должно быть, а не то, что приехал на последнее, так сказать, когда финишный прямой добежал и упал прямо там, чтобы такого не было, и нам придется тебя поднимать, на ноги ставить, в тебя вкладываться, нет, ты давай со своими деньгами приезжай, очень тяжело сделать что-то в рамках этой дурги, дурга значит тяжело куда-то отправиться, как мы говорили, и невозможно вырваться из этого Шултпада говорит, вот такова дурга, и то, как живые существа, то, как вообще люди борются за свое существование в рамках этой дурги, Шултпада приводит пример потому, как ночью горит лампа, на лампу летят мошкара и они летят привлеченные этим светом, то есть влечение означает желание насладиться, значит зачем влечься тем, чем ты не можешь наслаждаться, наоборот будет страдание, мы не привлекаемся тем, что нам будет давать страдание, мы привлекаемся тем, чем мы надеемся насладиться и вот эта мошкара вот эта мошкара она летит ночью на лампу привлеченной этим, обжигаясь она погибает на утро, если ночью горит такая лампочка, под эту лампочку кучу подметать нужно вот эту мошкару и точно такое же положение занимают люди, которые пытаются наслаждаться вот эта ночь это то же самое, что невежество и находясь в невежестве любое живое существо влекомое вот этой дургой пытаясь ею наслаждаться по сути делая самой дургой вот этой великой вайшнави энергии господа ее телом так сказать то что она проявляет живое существо пытается наслаждаться и по сути дела само сгорает и соответственно получив многократный опыт оно испытывает вот такой страх что в следующий раз мне не получится насладиться дай-ка я буду заискивать теперь подобно вот этим поклоняющимся богине Кали буду обращаться к ней как к матери о мать дурга называют мать дурга или кали ма они уже в таком лизоблюдством занимаются подлизываются но даже это не помогает им все равно приходится в таком страхе существовать просто потому что они не подчиняются кришне это чтобы поколоритнее описать чтобы начать оценивать почему же кришна боится кришне зачем бояться но он таким страхом наслаждается он не потому что вынужден бояться и никуда ему не деться он таким страхом наслаждается здесь кунти дэви по сути напоминает вот эту Дамодара Лилу когда мама Ишода связала Господа дама здесь это слово тоже используется дама веревка когда она его связала и Господь по-настоящему испытывал вот этот страх и Господь это делает не не то что он вынужден его поймали с поличным и он не знает куда деться и он теперь плачет чтобы его пожалели и отпустили вот он устраивает позволяет чтобы вот это все произошло потому что ему нравится вступать в такие тесные взаимоотношения со своими великими предами кунти дэви она тем самым признает что она не была в таком положении как сам Господь как мама Ишода она понимает его великое положение как верховного Господа и поэтому она так философски размышляя не может примирить вот эти два противоречия а Ишода она даже не понимала фактически что он является верховной личностью Господа ну один раз там когда проверить я решила ел он землю или нет увидела там всю мироздание и саму себя с Господом саму себя смотрящему ему в рот со стороны увидела вот и пустилась там философские рассуждения там как это иллюзорно может быть я вот считаю себя женой Нанды Нанды Махараджи его своим мужем но это такая иллюзия Господь стоял с открытым тромпом ну хватит всех этих рассусоливаний философских опять напустил йога майя она сказала ну ладно больше не ешь эту землю то есть один раз только она философски озадачивалась а так в основном воспринимала как своего любимого ребенка и Кунтидеви она тем самым как говорит Шулупада в конце комментария признает возвышенное положение ишоды хотя формально она не понимала вот этих всех философских не демонстрировала вот это философское понимание вот и почему же она занимает такое великое положение потому что Господь вступает в такие близкие тесные отношения когда он себя отдает полностью подчиняет только своим самым близким самым возвышенным преданным каковы каковы и была мать ишода потому что именно ей он мог доверить себя что им не будет пользоваться на основе каких-то оставшихся материальных привязанностей что он с легкостью безоговорочно может отдать себя в любящие руки такой возвышенной преданной как мать ишода поэтому это всего лишь лила это лила одна из форм деяний которыми скоро закончим которыми наслаждаются верховный Господь то есть ему нравится по-настоящему испытать страх ему это нравится и соответственно он оставит себя в такое положение где по-настоящему испытывает страх то есть положение Господа что ему нравится мы отнюдь не хотим испытывать страх мы не ставим себя в положение дай-ка побоюсь конечно это в мультфильме было про котенка гава там они боялись вот этой грозы извините я пересказываю все это может вы не помните у меня у меня просто дети смотрели я заодно это видела вот но нормальный человек не хочет так вот наслаждаться этим страхом но Господь даже таким наслаждаются наслаждается почему потому что это такая раса которая исходит от любящей его преданной матери решено и соответственно та атмосфера которая создается благодаря любви он этой атмосферой наслаждается даже пусть это формально говоря тот страх который пытаются все избежать таким образом это доказывает абсолютное положение Господа что он может насладиться тем чего в мирских рамках живут что пытаются избежать огромными усилиями о чем мы говорили как раз описывая положение дурги которая является олицетворенным страхом вот она является олицетворенным страхом про кого говорит здесь мать Ишода как описывает Шалпада в этой лекции она имеет ввиду дургу-деви олицетворенный страх это дурга-деви и дурга-деви боится ну она вынуждена принимать его как сказать мнение подчиняться она является дасей а Кришна наслаждается этим страхом ему незачем бояться он наслаждается потому что это возникает как атмосфера во взаимоотношениях со своими дорогими преднами. И вот это положение Господа, что он по-настоящему испытал страх, даже Кунти Деви озадачила. Она искренне возносит ему молитвы, что я не могу до конца понять, как такое возможно. Принимая во внимание твое положение с точки зрения философии, когда тебе незачем бояться, разве что так, имитировать. А ты даже не имитируешь, как такое возможно. Вот таково непостижимое могущество Господа. И такие сокровенные вещи могут понять только великие предные. Не просто понять, но и испытать. Видейши дурлабам, адурлабам атма-бактва. При помощи просто изучения вет невозможно понять Кришну. Но совершенно очень легко понять тем, кто является полностью предавшимися себя преданными Господу. И по их милости мы можем это понять. По милости Шила Папада, который в своих лекциях нам это вопрос объясняет. Харе Кришна, давайте здесь закончим. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Сергей Кришна, мой поклонный вопрос. Для Кришны большим удовольствием является, когда преданный проявляет к нему искреннюю любовь, чем когда проявляет благоговение. Желаю доставить больше удовольствия к Кришне. Как можно сменить благоговение на любовь? Да, это мое спасибо, Сергей Прабуш, что вы напомнили. Потому что, читая комментарии, я для себя отметил, что этот момент необходимо будет проговорить. То есть, Прабуш смиренно задает вопрос, как сменить вот это благоговение, в котором мы, естественно, находимся, по крайней мере, на начальных стадиях преданного служения, как сменить на любовь. И здесь необходимо отметить, что ни в коем случае нельзя это делать поспешно. Дескать, как вот человек какой-нибудь приходит в магазин, ну какая у вас тут самая крутая машина? И самую крутую я беру. И точно так же, какая больше всего удовлетворяет Кришну? Вот искренняя любовь. И давайте я тогда приду, как сказать, в храм. Кстати, вот я не прочитал этот момент. Шилпада даже говорит, вот в этой лекции, никто не приходит в храм с настроением, держа в руке палку. Так, я пришел тебя отчитать сюда. Нет, в основном, даже преданные приходят в храм, чтобы с благоговением. То есть, мы не должны, иными словами, имитировать такую вещь, что раз Кришна наслаждается страхом, дай-ка я буду там его божество шпынять и там ругать в молитвах Господа, да, и так далее. То есть, вот это настроение, оно развивается благодаря правильному следованию практики преданного служения. Его невозможно имитировать. То есть, если пытаться это делать раньше, даже ценой того, что Кришне это приносит удовлетворение, даже исходя из этого соображения, я делаю это ради Кришны, и раз Кришне это нравится, давайте сразу приступлю к тому, что ему больше всего нравится. Но дело в том, что мы не квалифицированы, чтобы действовать на таком уровне. И мы должны все-таки дойти до такого уровня, прежде чем браться за такую деятельность. То есть, это вот как ребенок, его невозможно посадить за самосвал, чтобы он нормально вел этот машин, ему еще духнет до расти, опросить соответствую обучению, узнать правила, опыт получить. Мы в подобном же положении находимся. Если мы начнем это делать, это будет не что иное, как сахаджия, прокрыто сахаджия, который будет выглядеть просто каким-то дешевым, дешевой имитацией, будет ухмылку вызывать. И наши ачарьи очень строго порицают это и предупреждают искренне, чтобы у них такое настроение не развивалось. Так вот, как это все-таки сделать, смиренно помня, что это в конце концов, дай бог мы доберемся до такого уровня, это вполне можем быть и в таких отношениях с Господом, если заслужим того. Но реальность такова, что в таком положении можно находиться только если быть в очень чистом, очистенном сознании. Поэтому сейчас, на настоящий момент, это строго следовать всем правилам предписаний, которые как раз-таки помогают очиститься от всех вот этих осквернений. Потому что если взяться за взаимоотношения с Кришной, со сквернениями, это отнюдь не понравится. Ему отнюдь это не понравится, поэтому он даже не примет это. Вот и естественно никакого страха не испытает, и оказавшись в таком, казалось бы, страхе, не испытает от этого наслаждения. То есть это какая-то такая странная попытка будет. Поэтому на нашем уровне строго следует правилам предписаний, которые гарантируют нам вот такое очищение, которое в конце концов, по милости близкого спутника Господа, который нас представит, вот таков метод вхождения вечной игры Господа, мы сможем стать частью его игр и соответственно уже думать о таких вот вещах, как пугать Господа чем-то и так далее. Это даже, это просто умозрительно, даже говоришь об этом очень умозрительно. Ты даже вот никакой пока что основы под собой не имеешь, чтобы такие вещи рассуждать. Нам нужно разобраться со своим существованием сейчас здесь, почему-то, что мы делаем, правильно ли мы делаем. Целый семинар можно на эту дать, на эту тему. Так, вкратце попытался ответить. Вы упомянули аналогию про ребенка, которого сажают на зароде, на автомобиле. Но часто эту аналогию продолжают преданным и говорят, что исследовать правила предписания тоже может быть неприемным уровнем, поэтому давайте сначала делать что-то простое и вдохновлять преданных на какие-то простые вещи, например, читать два круга манды или быть просто хорошими, порядочными людьми. Это же другая правильность. Дело в том, что идея, что не все могут следовать правилам предписания, в ней заложен уже самообман. Во-первых, Ачария не дает таких правил предписания, которым могут следовать только избранные. Давайте рассмотрим, каким правилам предписания. То есть воспевать цветы имена. С чего на самом деле Шиллаппады начал? Он пришел под это дерево в Томкинг-скуэр-парк, чтобы вещать, покайтесь, а то в ад пойдете. Перестаньте прелюбодействовать и принимайте наркотики и интоксикации. Он с такой лекции пришел. Он пришел, чтобы петь туда Харе Кришна. Петь Харе Кришна может любой. Просто присоединяйтесь к нам, будьте вместе с нами Харе Кришна. И благодаря Швенватах, Сфакатха, Кришнах, Пуни, Шрава, Накирна, тогда человек становится квалифицированным. Он сам по милости Господа, находящегося в сердце, он избавляется от этой тяги. И если ему кажется что-то невозможным, это означает, что сердце еще не очищено. Это означает, что ему нужно просто больше воспевать и качественнее воспевать, и лучше в обществе с предным. То ему нужно приходить каждый день в общество предное и петь, и слушать. И тогда это поможет ему строго следовать. Поэтому те, кто продолжают вот эту аналогию, они просто обманывают. Они, по сути дела, подчеркивают, ну как сказать, пытаются оградить свое право, ничему не следовать, ни с кем не собираться, не воспевать, а просто жить своей жизнью, и еще при этом жаловаться, что у меня не получается, поэтому пожалейте меня, эти правила не для всех. Это просто лицемерие, это непорядочность. Человек, по сути дела, не следует, чтобы действительно убедиться, что это его очищает по-настоящему. И при этом смеет, по сути дела, заявляя такие вещи, это непрямым способом оскорбления, обвинения Шиллопады, что он нам дал что-то, что мы, чему мы не все можем следовать. Это, по сути дела, очень оскорбительно, по отношению к Ачарии. То есть они даже, по сути дела, и не попробовали по-настоящему следовать. Даже не попробовали. И попробовав, они не попробовали это делать таким вот, определенное, по крайней мере, время, чтобы убедиться, что это действует, это происходит. Это просто неискренние люди, обманщики. Такие даже не нужны в предном служении. Пусть они будут вне предного служения. Зачем? Шиллопады хотел, чтобы у нас было качественно. Следил за то, чтобы мы развивали качество, а не количество. Пусть мошенники уйдут. Пусть лицемеры уйдут. Они не нужны в Исконе. Зачем они здесь? И потом они, они кем-то там становятся, какими-то там даже старшими преданными. И даже те, кто вещают с ИСАС, они заявляют такие вещи. Они тем самым оскорбляют Шиллопаду и оскверняют послание, его послание. И вводят в заблуждение вот этих невинных людей, сразу программируя их на то, что можно просто вот так вот халявить. и какой-то дешевой ценой пытаться заполучить вот этот драгоценный камень. Пусть они уйдут. Пусть они там, ладно, читайте им лекции про порядочную жизнь, но не заявляйте, что вот это является проповедью. Это просто морализаторство, и все. Это не проповедь. Но если люди стали преданными, они должны знать, кто такой преданный, что им нужно делать. Такие люди не нужны. Пусть будет мало преданных, но настоящих, качественных. Еще пришло, да? Сейчас мне тут переслали вопрос. Не Тайпатни Матаджи спрашивает. Харе Кришна, Мои поклоны, скажите, пожалуйста, утренние и вечерние молитвы нужно возносить в определенное время или можно в любое время? Ну, я не помню, что именно в определенное время. Единственное ограничение по времени это Гай-три мантры, потому что Гай-три Деви проявляется во время Санди, трех Санди, когда нужно читать Гай-три. То есть потом Санди закончилась, Гай-три Деви больше не проявляется. Поэтому человек опоздавший прочитать Гай-три, он, строго говоря, в пустую читает. Поэтому браманы, они настолько контролируют свои чувства и свой режим, что они следят за тем, чтобы их жизнь была так упорядочена, чтобы у них было время повторять Гай-три. До этого уровни, преданные получившие вторую инициацию, должны подняться. И второй момент, мы поем молитвы, молитвы уже рекомендованы нашей утренней программой. Но это урегулировано относительно служения божествам. У них есть распорядок, когда они принимают поклонение, и под этот распорядок мы подстраиваемся. Кришна проснулся, во сколько его там, допустим, пробуждают в 3.30, или в 4, чтобы в 4.30, стоя на алтаре, слушать от нас наше воспевание. И под него мы подстраиваемся. Мы должны тоже встать рано утром, омыться, одеть чистые одежды, нанести тилоки, и вовремя прийти в храм, чтобы петь гурваштуку. И петь потом Харе Кришну для Господа и так далее. А другие личные молитвы, я не слышал, чтобы личные молитвы, когда к Господу хочется обратиться, то нужно у Господа расписание приемов, часы работы, когда он слушает молитвы, тогда можно к нему обращаться. Нет. Господь трансцендентен, он и есть это время, он в любое время может слушать наши молитвы. Поэтому, когда хочется, когда есть позыв, обратиться к Господу с молитвой, пожалуйста, молитесь. Нет такого. Еще один вопрос спросит Сергея Кристина. В любое общество преданных нужно приводить, петь и слушать или нужно быть избирательными? Приходить. В любое общество преданных нужно приходить, приводить на это. В любое общество можно приходить и воспевать. Преданных нужно приходить, написано. В любое общество преданных нужно приходить. В общество разное бывает преданных. Я понял, понял. Ну, наверное, приводить, а не приходить. Преданных. Нужно приходить, это как приходить преданного. Ну ладно, объясню и приходить, и приприводить, чтобы, допустим, приводить. В первую очередь мы помогаем легко раненым, как на поле Бойла. Поэтому в первую очередь мы стремимся привести самых квалифицированных, самых разумных, самых ищущих. Которые склонны уже задаваться правильными вопросами, в чем смысл моей жизни. Таких людей в первую очередь нужно стараться привлечь. Потому что они, то есть они очень редкие такие люди. И они будут составлять качество. Тем более дать им правильное послание, чистое послание. А парампоры, они, взявшись за него, они смогут по-настоящему, после этих тысяч и миллионов жизней, действительно по-настоящему сделать шаги. А не потратить еще одну жизнь, чтобы просто потоптаться. Они уже многие жизни что-то делали. И зачем им еще удлинять? Нужно дать им самое настоящее. То есть таких людей в первую очередь. Если мы проповедуем кому-то, встретили на распространении книг таких людей или как-то еще. Конечно, таких вот мне преданные в распространительных книг говорили, что таких людей очень редко вообще встречаешь. В основном люди бегут, и они просто реагируют на прославление, на лезть. Вот тогда они останавливаются, чтобы тебя послушать. Так, продолжай. Так мне один преданный, еще с таким кавказским акцентом, я его прославляю, какой он замечательный. Он такой мне перебывает. Продолжай. Но он старший преданный. Поэтому это мой был долг выразить ему почтение. А в основном люди, они вот так вот реагируют на лезть. Мало кто здесь останавливается. Ой, слушай, я это всегда искал. Пожалуйста, расскажи побольше. А где вот про это? А вот ты вот сказал, мантру эту сказал, что здесь про йогу, про психологию. Даже ты сказал, я запомнил это слово. А где тут про психологию, на какой странице? Предным нужно очень серьезно знать, хорошо знать книги, чтобы посылать. Вот смотри, вот здесь. Вот здесь это описывается. А то он мантру выпалил, и все. А его спросит такой думающий человек, и он растеряется. Это я предным объяснял в Питере, чтобы они были, чтобы хорошо знали книги, чтобы найдется человек, который зацепит. А так ты вот это сказал, а где это написано? Таких, в первую очередь, нужно привлекать. Но с другой стороны, избирательности здесь нет. Здесь нет, так сказать, избаганного народа такого, что мы привлекаем всех, всех и каждого. Вот это неправильно, что мы только, как сказать, к избранным, с посланием Господа относимся. Господь читаний пришел в материальный мир, сюда, для того, чтобы дать милость даже самым падшим. Соответственно, они по умолчанию не попадут в разряд избранного, разве что с негативной точки зрения избранного. Поэтому народам даст так курс, и в песнях поет, что Господь читаний, «Патито пава нахито тава аватара, мосамо патито праву наибиара». То есть, ты явился для того, чтобы дать милость самым падшим, а я и есть самый падший. Поэтому, в первую очередь, дай милость мне. То есть, они смиренно принимают такое настроение. Но все равно Господь хотел в каждом городе и каждой деревне. Поэтому мы стараемся дать это знание всем. При этом особо выделяем тех, кто особенно стремится, кто больше протягивает рукой, тому мы должны больше дать. И больше чистого и качественного дать. Но даже если человек как-то половину ногой там, половину сям, тем не менее, мы вовлекаем его в воспевание. И мы делаем это с верой, потому что воспевание его очень сильно очистит. И довольно быстро, если он привяжется просто к этому, к этой практике воспевания. Он очень сильно быстро испытает вкус. Вот он утвердится в практике предной службы. Потом для него следование всем этим правилам предписания будет уже значительно легче. И он с глубокой верой, с радостью будет это делать. Поэтому я сказал, что шишу-попады не начал с этих. Покайся, что же вы делаете, ироды. Это он начал вывлекать их в воспевание. Я надеюсь, я ответил на вопрос. А? Вторая часть вопроса. А, приходить? Вот я не совсем понимаю, приходить. Он спрашивает, в любое ли общество преданных можно приходить в воспевание? Мне. А, мне самому. Ага. Куда воспевать? Если есть выбор, то выбирайте. Выбирайте покачественнее. Потому что, как предные для чего собираются, это основа, конечно, воспевания. Но также для того, чтобы прославить Господа. Обсудить философию. Матчита, Матгата, Прана, Бодхаяндах Парас Парам. Бодхаяндах Парас Парам. Это значит, они проповедуют друг друга. В нашем случае дают лекции по очереди. Один говорит про поэду, другие слушают, потом по очереди меняются. Катхаяндах Чамам Нитям. Они всегда заняты нитям. Катхаяндах Чамам Нитям. Всегда заняты Кришна Катхой. Тушьянтича Романтича. От этого они испытывают. Тушьянтича большое удовлетворение. Именно это им дарует удовлетворение. Они совместные походы в кино. Обсудить там. Я реальные факты описываю. Совместное похождение в кино. Там встретиться в кафе и обсудить это кино. Они испытывают наслаждение от Кришны Катхи. От лекций, посвященных Кришне. Обсуждение философии. Как лучше предаться Кришне. Как нам учат это делать. Утвердить исследование Шли Прабхупады. Романтича. Они испытывают большую радость. Когда они вовлекаются в это. Квалификация возвышенных предных. Махатна. Что они испытывают большую радость. Все глубже и глубже. Понимая. Как они лучше могут предаться Кришне. Когда они с каждым днем. После всякого такого Кришна Катхе. Они выносят для себя что-то. Особый аспект. Какой Кришна замечательный. Как я могу ему предаться. Они испытывают радость. Что я оказался в этой санге. И испытал снова вдохновение. Вот. Такую сангу нужно искать. Но если там одна единственная санга. Где просто воспевают. А лекции там непонятные. Ну по крайней мере приходите на воспевание. И дайте сами лекцию правильно. Но если не пустят. Вдруг какой-то запрет сделают. Да. Запрет какой-нибудь. Там разошлют тихаря. Предупреждая заранее. Что такого не пускаете. Ну тогда. Проповедовать сознание Кришны. Нас этого никто не лишит. Это наставление Швабапады. Такое наставление. Проповедовать. Нигде не ограничивается. Покуда мы проповедуем правильные вещи. Вот. И слушатели всегда найдутся. Если кто-то пытается оградить других людей от слушания. Ну. Умные люди всегда найдутся. Они будут вот этими редкими. Манушья нам сахас решу. И они все будут продолжать слушать. По крайней мере. Отвечая именно на этот вопрос. Просто приходите. Попойте вместе. Как минимум. Харе Кришна. Оно. Харе Кришна. По крайней мере. Когда вы в ответ поете Харе Кришна. Вы пойте искренне. И ваше искреннее воспевание. Оно будет вас продвигать. Если вы, допустим, сомневаетесь в том, кто лидирует Кирта. Это, конечно, тоже важно. Но, по крайней мере, это все равно лучше, чем ничего. По крайней мере, когда вы в ответ подпеваете Харе Кришну, вы сами пойте искренне. И вы сами будете продвигаться. Нет вопросов? Давайте тогда закончим. Продолжение следует.